Медосмотр, собеседование с врачом и практическая часть. В округе прошло заседание водолазной комиссии, которое состояло из трех этапов. Свои знания и навыки продемонстрировали спасатели. Это тестирование по билетам на знание правил по охране труда при проведении водолазных работ. Также это собеседование с врачом-спецфизиологом по методам оказания первой помощи. И проверка практических навыков. В тренировочном бассейне было приспособление, которое имитирует пробоину судна либо трубопровода. Одна из задач водолазов – обнаружить пробоину, доложить на поверхность и принять меры по устранению утечки. Все действия необходимо было сделать в определенные временные рамки, уложиться в 15 минут. А еще перед погружением спасателям важно обращать внимание на собственное самочувствие. Нужно обращать внимание на свое самочувствие. Каждый раз мы обращаем перед спуском, как он себя чувствует. То есть не допускаем водолазов при фаренгитах, обыкновенных, при отитах и так далее. Олег работает спасателем с 2000 года. По его словам, специальные операции всегда не менее трех человек. Страховщик обеспечивает безопасность погружения. А сама подготовка водолазов идет круглогодично. Бег, плавание, занятия на турнике. У нас очень хороший спортивный уголок. Всего тестирования прошли 30 водолазов и успешно сдали профессиональный экзамен. Следующая проверка планируется в декабре. На этот раз свои знания покажут руководители службы. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует...